В Одессе наступает совершенно новый этап. Я считаю, это в духе времени. Первое, раздельный сбор мусора, бытовых отходов. Отдельная пластика, отдельный картон, отдельные бытовые. Это первое. Второе, мы эту работу проводим, ну, наверное, на протяжении 3-4 лет. Наша делегация была в Германии, где мы изучили опыт работы в европейских стран. По установке вот таких подземных терминалов, контейнеров для сборки бытовых отходов. В чем отличие принципиально от того, что мы сейчас видим? Все подобные подземные хранилища, выполненные к ним поведены электростанжением. Они работают электричество, электрические приводы. Преимущество данного. Во-первых, это монтируется за два дня. То есть выкапывается, грубо говоря, яма. Уже готовая конструкция, готовая капсула устанавливается эту яму. Туда работает она на гидроприводе. Любая машина наша, которая работает, у которой есть гидравлика, подключает, вы видели, шланг, гидравлический подъемник, поднимает. Мы полностью автономны, нам не нужно подключаться к электроэнергии, проводить, подключать и так далее. Мы планируем сейчас, у нас приморство будет, это как презентация нашего, такой пилотный проект. Вы видите, скоро мы будем дорабатывать. Из четырех вот этих горловин, которые здесь есть, вы видите, что удобно, можно нажать ногой, не надо обязательно поднимать, потому что особенно это актуально сегодня, в период пандемии, когда, чтобы не касаться лишний раз, можно, мы доработаем. Также из четырех здесь имеющихся горловин, где мы сейчас будем усовершенствовать и делать подсбор пластика и картонной бумаги. На сегодняшний день это то, что мы видим сейчас, эти восемь это контейнеров и четыре установки, это ничего не стоит городу, так как это выполнено за счет бизнеса, так скажем, то есть это непосредственно за счет тех людей, которые генерируют мусор. Поэтому и в дальнейшем тут будет этот подход комплексный. На этом этапе полностью все расходы взяли на себя те компании, которые генерируют непосредственно мусор, а в дальнейшем тут будет этот комплексный подход. Мы уже знаем, что есть заинтересованность у управляющих компаний больших, у ряда, у СМД, о том, чтобы устанавливать подобные конструкции. Поэтому это действительно удобная конструкция, ее легко использовать, не занимает много места, ну и, скажем так, по ценовой политике это намного дешевле, чем те аналоги, которые на сегодняшний день мы знаем. Потому что сюда не надо подводить электроэнергию, то есть она абсолютно автономная, не надо закупать специальную технику, потому что возможно использовать обычные мусоровозы. И даже непосредственно сами это контейнера в качестве резерва там можно использовать уже те, которые есть. Мы будем вести активно переговоры с бизнесом, то есть тот, который генерирует, скажем так, мусор, сбор мусора, о том, чтобы они это делали за свой счет. Там, где это касается жилых домов, где мусор генерируется жителями города, там, безусловно, будет нужна эта помощь города. Вот там будет в этом участвовать город. То, что мы говорим по частным компаниям, да, заинтересованность есть, это большая. И по строительным компаниям, и по тем жилкомплексам, которые уже есть сейчас, где действительно остро вопрос это стоит по сбору мусора, где, скажем так, это большие контейнеры, ну это контейнеры, ну это полигоны целые стоят. И в том числе, конечно, это фасадные улицы и центр города исторически. Мы умышленно не укатывали сегодня контейнера, те старые, которые были, чтобы было видно, знаете, как было стало, чтобы была возможность посмотреть. Сегодня уже контейнера мы с этих локаций уберем, и останутся вот только эти подземные емкости. Базовые, базовые, скажем так, это техусловия, которые мы ставили перед подрядчиком, учитывая то, что конструкция все-таки подземная, вот, и доступ ограниченный. Это система пожаротружения и GPS-датчики, которые будут сигнализировать о наполнении контейнера. То есть это то, что будет во всех этих контейнерах. Если контейнер наполнен, то оператор мусоровозвозящей компании будет это получать сигнал, и машина будет это подъезжать и отражнять этот тот либо иной контейнер, чтобы отражение было вовремя. Обслуживать может любая компания, контейнера универсальные, ну, не универсальные, а не стандартные. То есть они полностью по размерам такие же, как те контейнера, которые сегодня стоят в городе. Поэтому все мусоровозвозящие компании, все операторы, которые на сегодняшний день это работают в городе, могут обслуживать. Тут опций очень много. Допустим, одна из дополнительных опций, которая, возможно, может быть установлена, в том числе это чипы. Если это касается какого-то жилкомплекса, чтобы соседи не подходили и не подкидывали мусор, то есть это остаются жителям чипы, они подходят, и только с помощью этого чипа можно получить доступ к этой контейнеру и так далее. Тут действительно широкий выбор дополнительных опций, которые по желанию заказчика могут быть установлены. На самом деле прелесть этой технологии, что она действительно проста и очень быстрая в установке. Так как вся конструкция находится в герметичной капсуле, которая изготавливается у нас на производстве, то установка занимает 2-3 дня. То есть от начала до конца, до укладки плитки. Или там в зависимости от необходимости асфальта и все остальное. Также конструкция не требует из-за того, что себе подключение электричества или каких-либо других коммуникаций, она абсолютно автономно работает от гидравлики, машины, которые вывозят мусор. Получаются параметры точно такие, то есть 1100 литров, как и стандартные. То есть это евростандарт, контейнер, отличия никакого нет. То есть объем заполняемого мусора точно такой. Он проходит через мусорный приемник. Уже будет сложнее в него выкинуть диван, колесо или мусор, который там не должен быть, который должен вывозиться отдельно. Это оккультуривает подход нашего общества, меня лично, выпидывать, сортировать мусор и привести окружающуюся среду в надлежащий порядок, а не в бардан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...